В нашем обществе существует несколько поговорок, дающих человеку определения или характеризующих его. Например, «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Или «Ты есть то, что ты ешь». Или еще «Ты есть то, что ты читаешь» и тому подобное. Тему, на которую мы с вами сегодня будем рассуждать, можно назвать подобным образом. Звучит она так «Ты есть то, какие у тебя приоритеты». А текст записан в пятой главе первого послания Фессалоникийцам. Это стих 21. «Все испытывайте, хорошего держитесь». В последнее время можно услышать толкование, в котором это утверждение апостола Павла расценивается как вседозволенность. То есть написано «все испытывать». Вот я и хочу все испытать, всего попробовать. Ведь само Слово Божье мне это рекомендует. В качестве аргумента предлагается другое утверждение. «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть, дескать, апостол вообще позволяет все или как минимум все испытать. Так ли это на самом деле? Давайте попробуем вникнуть. Первое и главное, о чем стоит помнить, это то, что любой текст в Библии нельзя отрывать от контекста. Вырывать из общего смысла сказанного или написанного. В противном случае можно будет толковать текст каждому как ему угодно и, конечно, потеряется цель и смысл написанного. В нашем случае поэтому важно посмотреть, что мы читали до этих слов и какими призывами они продолжаются. Если мы прочитаем то, что предваряет пожелание все испытывать, то поймем, что речь идет о пророчествах. Именно эту мысль подчеркивает апостол Павел. Когда, то есть, он говорит «все испытывайте», он говорит о пророчествах. Их нужно испытывать по той хотя бы причине, что существует и существовала в то время масса лжепророков, которые особенно активизируются в смутные времена. Их как раз мы с вами весь прошедший год переживали и продолжаем переживать. Так вот, чтобы не стать жертвой этих пророков, Павел и призывает, чтобы церковь и дети Божьи все испытывали. В первой церкви, по всей видимости, было немало злоупотреблений этим даром. Об этом мы знаем и из других книг Библии, а также из посланий Нового Завета. Апостол Иоанн, помните, прямо предупреждает «возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». Потому что много лжепророков появилось в мире. И вот Павел, в свою очередь, призывает «все испытывайте». Другими словами, из всего того, о чем говорят пророки, церковь должна отсеивать здравое зерно и держаться только хорошего, при этом отвергая все дурное. Мы, конечно же, вправе задать вопрос «а как можно это испытать?» Какие существуют методы испытания? Вопрос не праздный. Сегодня мы имеем возможность пользоваться как минимум тремя методами испытания. Во-первых, сравнивать все, что говорится вокруг нас, с вернейшим пророческим словом, о котором говорит апостол Петр и которым мы с вами пользуемся сегодня. То есть это Библия, Новый Завет и Священные Писания. И если современный пророк, например, озвучивает очередную дату второго пришествия Христа, нам становится понятно, что это лжепророк. Ибо из Слова Божьего мы знаем, что день этот сокрыт от всех, даже от ангелов. Поэтому пророчествовать о нем значит вводить людей в заблуждение. Во-вторых, испытывать, насколько все эти так называемые пророчества способствуют духовному нашему возрастанию. Не секрет, что все сегодняшние пророки и сновидцы вещают в основном о делах тленных, суетных, как то, куда переехать, чем запастись, кто победит на выборах и тому подобное. Все эти так называемые пророчества ничего, совершенно ничего не дают нашему духовному человеку и не только не приближают нас к Господу, но отдаляют от Него, фокусируя наш взор на делах земных, приходящих, в то время как Спаситель ясно призывает «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, а вы же ищите прежде Царствие Божие и правды Его». И это все приложится вам. Наконец, третий способ испытать – это правдивость всех так называемых пророчеств. Правильнее нужно было бы сказать не правдивость, а ее отсутствие. Буквально недавно мы с вами стали свидетелями огромного фиаско вещателей, которые в один голос прочили победу одному из претендентов на пост главы государства. Теперь, после того, как он проиграл и, скорее всего, навсегда исчез из политической жизни, есть возможность оценить фальшивость всех прозвучавших до этого пророчеств. Да что там политика? Даже в, казалось бы, благих делах нужно испытывать дух, кому и чему он подвластен. Вячеслав Журавлев, проповедник из Казахстана, очень любит благовествовать. Он использует для этого всякую возможность. Так вот, он рассказывал, как однажды сел в такси и услышал внутренний голос – «Скажи Саше о Христе». Казалось бы, куда уж более благая мысль, и она уж точно не должна требовать никаких доказательств или испытаний. Даже имя дух подсказывает – «Скажи Саше». И все же, и все же что-то смутило в этой мысли брата. Вячеслав Михайлович решил проверить и спросил водителя – «Извините, а как вас зовут?» «Володя», – ответил тот. Вот и представьте теперь, какой эффект был бы от благовестия, если бы проповедник обратился к Володе и сказал – «Саша, Господь тебя любит, и тебе нужно покаяться». Итак, Слово Божье призывает нас – пророчество не уничижайте. Это вернейшее пророческое слово у нас есть в наличии. Оно не требует дополнений. Все, что хотел сказать Господь, Он сказал. И предостерегает теперь, если кто добавит что к нему, тот не останется без наказания. А все остальное, если мы что-то слышим, апостол призывает в таких случаях – «Все испытывайте». Во-первых, на предмет соответствия услышанного со Словом Божьим. Во-вторых, анализируя, что это пророчество дает нашему духовному человеку, насколько оно способствует приближению к Господу и духовному возрастанию. И, наконец, в-третьих, насколько то, что вещают нынешние пророки, насколько оно правдиво. Для того, чтобы знать, говорит ли проповедник истину или нет, необходимо исследовать Писание. У изучающего Слово Божье христианина формируется навык, который легко отличает оригинал от фальшивки. Все испытывать надо с той целью, чтобы твердо держаться хорошего. Мы не призваны без конца искать чего-то нового и колебаться своим умом, подобно младенцам, увлекающимся всяким ветром учения. В заключении все же скажу несколько слов в отношении того, о чем упомянул в самом начале, о новом веянии, которое утверждает, что все в этой жизни нужно испытать, всего попробовать, в том числе разный грех, в котором утопает мир. Следующие два стиха после уже прочитанного не оставляют камня на камне вот этой интерпретации. «Удерживайтесь от всякого рода зла», – строго наставляет нас апостол. Наивернейший путь избежать обольщения лжеучением или колебания в вере заключается в том, чтобы удерживаться от зла. Порочные наклонности, коим люди дозволяют гнездиться у себя в сердце, злые поступки, допускаемые ими в жизни, содействуют пагубным заблуждениям разума, в то время как чистота сердца и непорочность жизни располагают человека любить и принимать истину. Здесь уместно вспомнить такое важное определение, как добродетель. Что такое добродетель? Это правильно сделанный выбор. Каждый из нас практически непрестанно вынужден избирать, сделать по-своему, идя на поводу своих похотей, гордыни, плоти или же прислушаться к Духу Святому, который располагает к совершенно другому, удерживаться от всякого рода зла. Так вот, добродетель – это выбор стороны Бога, Его повелений, Его эталона морали и святости. Следующий 23 стих определяет высоту этой планки. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Посмотрите, все сферы охватываются – и дух, и душа, и тело, и везде святость Божья. Поэтому мы должны удерживаться от всякого рода зла, от греха и всего, что выглядит греховным, что ведет к греху или граничит с ним. Поэтому мы и говорим – «Ты есть то, какие у тебя приоритеты». Мы настолько христиане, насколько приоритеты Царствия Божьего стоят у нас на первом месте. И пусть Господь благословит каждого из нас, испытывает с помощью Слова Его все, что мы слышим сегодня, и удерживаться от всякого рода зла, и тогда Сам Господь будет освящать нас во всей полноте. Ему слава во веки веков. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok